вот эта рыбка там плещется давай еще разок вот ни фига себе вот такую бы поймать бы на метра полтора наверно как рик такого размера все-таки он залез вот такая у нас природа полутора метровые рыбы коршуны над головами пролетают и так привет друзья сегодня с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий али крайнем сюжете я показывал вам точнее даже не показывала обмолваться словом просто как нужно купать собаку то есть правило ну как ни странно почему-то быть и много стало поступать вопросов на эту тему просят чтобы я показал как это делается я не вижу здесь никаких препятствий собственно говоря давайте я вам покажу но мне кажется эта процедура процедура настолько простая что и показывает собственно говоря ничего и так мы с вами соблюдаем определенный ну молодец вот вот видели до собачьей стороны это вообще-то знак такой положительный это мне неприятный собака подошла продемонстрировала что вот я такой чистый посмотри хозяин какой я молодец я какой умница он не задумывается о том что он сейчас меня обрызгал да поэтому если вы выезжаете куда-то на природу вот когда на случай у нас это происходит то естественно вы можете там что нужно подготовиться к этому мероприятию то есть либо вы это будете делать раздеты в трусах либо там у вас какие-то будут брюки специальные непромокаемые вот как у меня выданные на работе мне вот противном случае вам придется самому потом купаться потому что собака отряхивается вы будете собаку мыть и будете весь в шерсти и т.д. и т.п. в общем обмываться потом по-любому вам придется поэтому будьте готовы к тому ничего серый вот вот это там рыба плещется а я без удочки приехал ну ладно это уже детали итак первоначально что хотел бы я сказать первоначально прежде чем приступать к тому чтобы собаку выкупать нужно ее вычесать это очень важное занятие перед тем как выкупать ее потому что вот та шерсть которая у него уже омертвела да вот она слазит с нее вы она потом будет кулачками это будет некрасиво все это и если вы будете мыть ее с какими-то моющими средствами не просто купю чтобы скупалась собака то вы будете мыть старую шерсть поэтому я вот рекомендую вам взять уходерку лучше всего если фурминатор это будет у вас передачи я по уходерке по фурминаторы снимал помните смотри возьмите вычешите собаку свою после чего вам нужно будет ее намочить да как намочить собаку тоже у меня урок был для того чтобы показать как приучить собаку купанию тоже я не вижу никаких сложностей в этом берете любимый апортируемый предмет бросаете недалеко и собака у вас в результате мокрая сейчас я пойду хотя и мокрый вот сейчас только прибежал тряхнулся ну давайте мы с вами но лабрадоров вообще проблем с этим не должно возникать давай давай иди сюда мой хороший молодец хорошо хорошо то есть это собаки которые сами по себе очень любят воду очень любят купания ну и все и пойдемте мыться значит мы специальными средствами если у вас собака не винение не умеет еще то есть как бы не знает река молодец хорошо то я вот подготовил здесь а шире пристегнуты да ну если знает собака но вот река не обязательно пристегивать ну я все таки пристегну для того чтобы не было возможности у него там смыться скажем так берете специальное средство собаку а мы любите старайтесь чтобы вода в уши у вас не попала брюхи лапы грудь внутри код он окунается у нас это моя башку нам или задницу по выбору уже вот этих вот средств всевозможные смотрите сами кто на какой кошелек я честно говоря сейчас посмотришь в магазине какой только бодяги не не продается вроде как упаковка там такая хорошая но у меня что-то нету доверия поэтому я у бабушки вот у наши были старые запасы хозяйственного мыла которое как бы было произведено еще натуральными способами то есть выварки из жира тогда падших животных каких-то натуральный компонент хуже не сделает сейчас продается целая куча всевозможных препаратов поэтому смотрите на свой кошелек можете профессиональные непрофессиональные средства которые каждый день каждый день можете применять но старайтесь принципе собаку мыть по мере ее загрязнения то есть каждый день купать не надо вы снимаете тем самым защитный липидный слой вот этот жировой что тоже не есть хорошо но тоже запускать животное свое чтобы она была постоянно грязная не нужно то есть но вот смотрите на собачку нам или сейчас будем отправлять ее обратно воду я еще раз говорю не знаю почему у вас стали возникать эти вопросы но помыть собаку это очень простая процедура вся соответственно руки мыльные как еще с камеру буду брать вопрос вот видите я вот вроде вычесал собаку у меня на руках вот эта шерсть на руках шерсть на штанах это шерсть поэтому я вам говорю что если вы не будете купаться самостоятельно потом не думаете рик и к и к и к вот вот и все вот и все купание давай 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 молодец ну вот под процедура не 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 сложная поэтому чуть останавливаться на этом собака помыто единственное что после того как она у вас высохнет нужно взять будет вам еще раз пуходер очку и прочесать его и тогда у вас собака будет чистая красивая шерсть будет лосницы не он будет мягенький такой в общем не животное а красавица будет у нас дарьяка ты будешь красавица ну вот и все собственно говоря вот так вот вот мы купаем животных природных естественной среде с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья услужите доверие заслужите уважение и у вас все получится спасибо